Ученик старается не слышать и не видеть тех ноющих и ранящих его стрел, которыми его осыпает встречный. Сначала ему трудно держаться на высокой волне. Потом создается привычка подставлять из своего сердца мост помощи, на котором ему сияет образ его учителя. И, наконец, он научается, протягивая руку помощи, всегда протягивать ее вместе с рукой учителя. И тогда жизнь становится для ученика легкой и прекрасной.